Как бы я вам хотел сказать, что носители языка пользуются только основными временами Present Simple, Past Simple, Future Simple и остальные учить не надо Я бы очень хотел вам так сказать, но если бы я это сделал, я бы вам наврал Потому что это неправда В этом видео мы разберем время Present Perfect и его применение в разговорном английском языке С вами Веня Пак, мы до сих пор на карантине, до сих пор учимся И вы на канале LingvaTripTV, на канале, на котором карантина нет Подписывайтесь на канал и поехали Запомните, все, что случилось в прошлом И мы не знаем или не уточняем, где и когда и зачем Это все будет Present Perfect Например, я был в Африке I've been to Africa Вы не можете добавлять туда детали и говорить I've been to Africa last year Это неверно I've been to Africa – это факт Это конкретный результат Это Present Perfect И это ваш опыт Это то, как какие-то прошлые события повлияли на вас сейчас Или влияют на ваше настоящее Не забывайте, Present Perfect – это все-таки настоящее время I've been to Africa не значит, что вы ездили туда три раза В прошлом году, в позапрошлом и в позапозапрошлом И что вы ездили первый раз с мамой, второй раз с группой, третий раз один Это все не важно Дело в вашем опыте Что благодаря этим каким-то, неважно с какому количеству поездок На сегодняшний момент у меня такой опыт имеется Я ранее уже бывал в Африке И это все, что это значит Вы не поверите, но будет максимально странно Если вы скажете I've been to the grocery store Говоря о том, что вы сходили за продуктами ранее I've been to the grocery store Значит, что А, вот этот продуктовый? Да, я там бывал Вот что такое I've been to the grocery store Это ваш опыт Если сказать, что вы просто сходили ранее То это I went to the grocery store This morning Например, вы едете И проезжаете какой-то не очень знакомый вам район Но видите знакомый магазин В котором вы уже были И вы можете сказать Oh, I've been to that store Я там уже бывал Вы уже побывавший в этом магазине Это ваш опыт Который влияет на ваше настоящее Если вы хотите использовать одно из этих слов Маркеров в вашем высказывании То, скорее всего Чаще всего В большинстве случаев Ну, практически всегда Вы захотите использовать Present Perfect И слова-маркеры следующие Ever Never Just Already Yet Before Lately So far Recently By now Since И Still Не все из них Эксклюзивно Принадлежат Времени Present Perfect Однако Многие из них Действительно Очень часто Используются Только Или в основном Используются С Present Perfect Слава-маркеру Вам помогут Распознавать Давайте еще раз вспомним Как у нас все-таки Образовывается Present Perfect И потом Перейдем К другим случаям Использования В зависимости от подлежащего Мы либо используем Вспомогательный глагол Have Либо его версию Has И потом Глагол Либо с окончанием Ed Либо в третьей форме Если это неправильный глагол Чтобы узнать Есть ли третья форма Нужно Наизусть Знать Таблицу Неправильных глаголов По-другому К сожалению Никак Однако Реально Используем их Ну не так много Самых распространенных В речи Неправильных глаголов Всего Где-то 100-150 Миллионов Слов Шутка Ну и для новичков На всякий случай Или если вы не новичок Вам нужно напомнить Have Мы используем С I You We И They И has Мы используем С He She It Если говорить о местоимениях Но если мы говорим О каких-то других Подлежащих То Have У нас используется С подлежащими Множественного числа И Has Единственного числа Второй популярный Случай Использования Present Perfect Это когда действия Началось в прошлом И продолжается Настоящим И дайте-ка мне Убедиться быстренько Что я действительно Записываю в видео Потому что Всяко бывает Экран-то я свой не вижу У меня эта футболка уже два года И если раскрыть сокращение Используем третью форму Потому что глагол Have Тоже неправильный глагол Кстати говоря Еще есть кое-какие полезные фразочки Которые помогут вам распознать Present Perfect Все, что обозначает Какое-то количество времени For a long time For years For about two weeks Since eight o'clock this morning Since I was a teenager She's been to Paris Three times this year Она была в Париже Три раза В этом году Вот он опыт Это ее опыт За этот год И год еще не закончился He's had a cold Twice this month У него была простуда Дважды в этом месяце И Месяц еще даже не закончился Ну и конечно Теперь Сочные подробности Которые Вы На более высоких уровнях Все ждали И ждали И задавали вопросы Present Perfect Отличное время Хорошее время Но У него есть Один соперник Я думаю вы знаете Это Present Perfect Progressive И в чем же Их разница Present Perfect Progressive Это действия Которые начались в прошлом Идут сейчас И вы планируете Их продолжать в будущем Если вы ту же самую Конструкцию поставите В Present Perfect То это будет звучать Как будто Это действия началась в прошлом Продолжается сейчас Но пора уже его заканчивать I've been living here For five years Да, я уже здесь живу пять лет Так как я сказал Это в Present Progressive Звучит так Как будто Я планирую Еще несколько лет Здесь жить Но если я скажу I've lived here For five years Я как будто Подвожу итог Я стою с чемоданами Квартира пустая Я готовлюсь переезжать Я говорю I've lived here For five years Вот и все отличие Ну и последнее Как задавать вопрос В Present Perfect Все, что вам нужно сделать Это вынести Have на первое место Хмм Have I lived here for more than a year? Вот и все Ну а теперь Давайте потренируемся Но сначала напоминаю Что совсем скоро Стартует марафон От Elementary до Intermediate За 30 дней Мы с Мариной Поможем вам Правильно начать Ваш путь Ваше обучение Чтобы в дальнейшем У вас не возникало Трудностей Застоев И проблем Правильное начало В правильном темпе Это очень важно Вам нужна Вам нужен хороший foundation Ссылка и промокод В описании Кто-то вам говорит I live in Moscow now Выберите правильный вариант Ответа Вопрос на вопрос С экрана И вот он Правильный ответ Так как мы говорим Про опыт И Про время Проведенное В данном случае В Москве Этот вопрос Лучше задавать В Present Perfect Вы в аэропорту Вы бежите Вы опаздываете На регистрацию Подбегаете К Check-in Counter Оказалось Она закрылась Хорошо Вот и правильный ответ В традиционных Грамматических Понятиях Когда что-то Только что Закрылось Открылось Или что-то Только что Произошло Сделалось Мы хотим Использовать Present Perfect А вообще Ни один из этих Ответов Неверный Потому что Вы должны От этой стойки Регистрации Отойти И сказать Bastard Это слово Можно перевести Как Ублюдок Ну вообще Это лучше Так конечно Никого не называть Но Знать эти слова Очень важно Они все-таки Являются Неотъемлемой частью Разговорного Английского Если вы Не владеете Нецензурной Лексикой Ну простите Вы не владеете Я как раз Создал на эту тему Очень прикольный Недельный Марафон Который Очень зашел Поэтому Если вы хотите Научиться Ругаться Или понимать Как другие Ругаются Если не хотите Ругаться Я ссылочку Оставлю Тоже Я вам говорю Она пришла Как сказать Она пришла Ее доставили Она пришла уже Вот и правильный ответ Слово Маркер Yet Просит Презент Perfect Ну а вообще Причина Тоже Самая Это Прошлое Событие Которое Влияет На Настоящее Вы Звоните И Спрашиваете Пришла Или нет Говоря О Настоящем Моменте Под влиянием Какого-то Прошлого Момента То есть Она пришла В прошлом И сейчас Она уже Пришедшая Я Я Прошел Прошел Это Я Прошел Прошел Снимать Это Видео И потом Я могу Вас Спросить А ты Его Уже Посмотрел А Вот и правильный Ответ Те Прошлое Прошлое Событие Влияет На Настоящее Вы Когда-то Его Посмотрели И Сейчас У вас Уже Такой Опыт Имеется Вы Посмотревший Это Видео И в этом Состоит Вопрос Посмотревший Или Вы Это Видео Или Нет Не Совсем Хороший Перевод Но Я думаю Вы Понимаете Я смотрел Breaking Bad В昨天 Каким предложением Я догоню Выбирайте Правильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Правильный ответ Ага Попались Оба варианта Верные Я сейчас Объясню Это Два Абсолютно Разных Применения И Зависит От того О какой Ситуации Я говорю Я вчера Посмотрел Сериал Breaking Bad Ты видел Этот сериал Вообще Если в таком Контексте То Я буду Использовать Present Perfect Have You Seen It Но Если это Была Запись По телевизору Я говорю Именно По Кабельному Телевидению На каком-то Канале В одно И то же Время И я говорю Конкретно Про эту Трансляцию То У меня Будет Did you see it Я говорю Не про Опыт Что Ты видел Вообще Этот сериал Я говорю Про Конкретную Трансляцию На телевидении Я знаю Это может быть Немножко Сложно Для понимания Но Чем больше Разных Примеров Вы встретите Просто На вашем Образовательном Пути Тем легче Вам будет Понимать Вот эти Тонкости И вы Разовьете Так скажем Ваш Собственный Инстинкт Поэтому Вам нужно Просто Набраться Терпения И продолжать Делать Все Что вы Делаете Ох Ну знаете Я хотел Заканчивать Это видео Но давайте Я вам Как бонус Дам еще Несколько Примеров Из реальной Жизни Которые Вы Можете Использовать Уже Сейчас I don't believe We've met I'm Vanya Мне кажется Мы не знакомы Мне кажется Мы не встречались Меня зовут Веня Damn You've changed So much Блин Ты так сильно Изменилась She hasn't found The time yet Она еще не нашла Времени На что-то На это Кстати Заметили Что здесь Отрицание Have not Это Haven't И Has not Это Hasn't Have you cleaned your house yet? Ты уже прибрался дома? I have just sold my car Я только что продал машину They've already won Дерьмо Черт Они уже победили Выиграли Since when have you been sick? С каких пор ты Болеешь She has always loved shopping Она всегда любила ходить по магазинам Lauren has lived in LA since 2015 Лорен уже живет в Лос-Анджелесе С 2015 Года Ну вот Если вы до сих пор еще путаетесь Где нужен present perfect Где нужен past simple То у нас есть видео Которое более подробно Распирает разницу Между этими двумя временами Ну и я вас попрошу Пишите в комментариях Какие темы еще разобрать Не забудьте поставить лайк Если это видео было для вас полезным Поделитесь с другом Может быть ему это нужно сейчас Ну и мы с вами увидимся На марафонах И в следующих видео С вами был Геня Пак До свидания